В прошлом видео я рассказал о том, что не надо унывать, что надо создавать малый бизнес. И я рассказал о том, что вот я съездил в Казахстан и сейчас начинаю там помогать людям, переводить деньги и так далее, и так далее. Хочу сказать, что у меня немножечко такая вот, ну, проблема. Всего одно легкое движение. И тебе доступен YouTube, Instagram, Facebook и прочее в полном объеме, без всяких ограничений, потому что ты формально в США. Размести значок VPN на главном экране и сделай за правило входить в интернет через VPN. Итак, здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Ну, что за проблемы у меня с этим бизнесом по всяким там денежным переводам, трансграничным. Ну, вы понимаете, что это, в общем-то, бизнес, ну, вообще, так сказать, во-первых, риски большие, во-вторых, ну, наверное, это, может быть, подлежит лицензированию и так далее. Хотя я не вижу, как бы, почему. Вот, я решил спросить в чешском чате, насколько, ну, не привлечет ли внимание вот такие вот частые переводы с одного счета на другой различным людям. И, в общем, там откликнулась достаточно грамотная женщина, юрист, и она сказала, что, в общем-то, ну, могут заблокировать. То есть в России теоретически могут заблокировать, недавно блокировали все это, сейчас перестали, сейчас вообще полная свобода. Вот, а, да, из России можно сейчас на свои зарубежные счета переводить до 50 тысяч долларов в месяц. Я в эту квоту вполне вписываюсь, мне вот это вот по уши хватит, больше мне и не надо, собственно говоря. Вот, то есть я за границу перевожу на свой счет, причем не в долларах, а в тенге, здесь никаких проблем. Из Казахстана я перевожу деньги, ну, в другие страны, и там, собственно говоря, в Казахстане остается вот такая вот комиссия. Казахстан доволен, я думаю, вот, а вот дальше уже, значит, дальше юрист объяснил, что у тех людей, которые получают вот эти деньги, ну, это студенты, как правило, да, вот, но когда я перевожу, так сказать, своей дочери, я могу доказать родство, то есть я перевожу своей дочери, а если я перевожу кому-то, то у того, кому я перевожу, могут возникнуть, ну, к тому, к кому я перевожу, могут возникнуть вопросы, вот, и, ну, если таких вопросов будет много, эти вопросы перейдут уже ко мне, откуда, собственно говоря, деньги берутся. И тут уже, ну, как бы, все это накроется, причем накроется громкими штрафами, поэтому я решил это дело, ну, по крайней мере, прикрыть как-то. Вот, ну, она сказала, что вопросы возникнут моментально, если мои деньги попадут как к какому-то, ну, криминальным элементам. Ну, здесь я в чате со студентами, на самом деле, и просто вот проблема, ну, такая же, как и у меня, проблема, то есть обеспечить студентам какое-то проживание, там люди буквально там говорят, ну, все, 100 евро осталось, и все, так сказать, надо жить не на что. Вот, я помогаю этим людям здесь, я не вижу, в общем, так сказать, ничего такого криминального. Вот, но этот бизнес немножечко такой вот накрывается, и в ближайшее время, я думаю, что вернусь уже снова на срочный рынок, на опционы и так далее, и буду радовать вас. Как в чате сказали, мы соскучились по вашим шляпам. Вот, ну, я сказал, что это, скорее всего, будут не шляпы, а щели, потому что, ну, сейчас, возможно, все, и, возможно, очень резкие колебания, поэтому, ну, будем смотреть. Я думаю, что я уже начал присматриваться, и, кажется, я решаю свои эти вот финансовые проблемы, потому что сейчас у меня резко упали доходы, с одной стороны, а с другой стороны, дочери, ей надо достаточно большую сумму перевести, потому что для того, чтобы получить продление визы, ей нужно на счете показать какие-то деньги, там, ну, не такие уж и большие, там, ну, побольше трех тысяч евро где-то, или долларов, там, сейчас это примерно одно и то же. Вот, и, соответственно, нужно вот эти вот деньги ей туда как-то переслать. Я искал эту возможность и нашел. Сейчас я, кажется, эту проблему решаю, и, собственно говоря, возобновлю, наверное, инвестиции, и бизнес у меня тоже растет полиграфически, поэтому, ну, как бы все потихонечку восстанавливается, чего я и вам желаю, чтобы вы тоже восстанавливались, не унывали, искали пути, ну, какие-то дополнительного заработка. Я с вами продолжу делиться, поэтому оставайтесь на моем канале, лайк, подписка, и до встречи. С вами был Демитков Юрий.